Моя Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан Первое служение Нового года я начинал тут же, но я проповедовал А в этом служении я начинаю с Торы, я буду комментировать Тору И это тоже хорошее начало года Начать год с комментирования Торы Давайте мы благословим Господа Знаете, мы благословляем не книгу, мы благословляем Бога, дающую Тору Знаете, мне тут недавно спросили, а почему вы молитесь на Тору? Да мы не молимся на Тору, мы молимся Господу Богу Мы не молимся на еду, мы благодарим Бога за еду Это совсем разные вещи Боже, спасибо тебе Барухатадунай, Эллугейну Малехаулам, Ашербахарбану, Миколямим, Банатанлану, Этторату Барухатадунай, Нотейна Тора Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной Избравший нас среди всех народов И даровавший нам свою Тору Благословен ты, Господь Ставший, воплотившийся на этой земле Тора Автор Торы Ставший человеком, умерший, воскресший и ныне живой Аминь Итак, мы начинаем этот год, мы начинаем комментарий Торы, но мы начинаем его с того, что мы завершаем рассмотрение книги Баришит Это последняя недельная глава, спасибо Это последняя недельная глава Торы И она называется Ваихи Буквально Ижил Это двенадцатый раздел Торы Последний в книге Баришит Назван по первым словам текста Ваихи Яков Ижил Яков И содержит стихи Сорок седьмой главы, двадцать восьмой стих По пятьдесятую главу, двадцать шестой Это единственный отдельный раздел, который начинается внутри текста, а не после абзаца, как остальные И давайте посмотрим, что эта книга, она закрывает целую эпоху Вот если посмотреть, что мы прошли, вот в течение этой главы Мы прошли сотворение мира Мы увидели, как все было сотворено Мы увидели, как люди расселились по всей земле Мы увидели Ноев ковчег, мы увидели потоп Мы увидели такие глобальные катаклизмы Мы увидели много чего интересного Мы следили за судьбами разных людей Мы видели Адама, Еву Мы видели Ноя Мы видели Янаха, который был восхищен на небо перед Господом Мы видели Авраама, который был избран среди всех народов Да, потому что он откликнулся на призыв Господа И мы видим, как уже историю Якова Мы видим историю его сыновей И нам была открыта великая тайна Божьего восстановления мира То, что называется Тикун Лам Бог, восстанавливающий мир И нам было открыто, что через Израиль, через народ, который он создал Будет явлен миру Машиях, то есть Христос И мы увидели Божью милость Потому что очень часто люди говорят, Бог злой Он мир уничтожил Но мы видим, что это не так Всегда была надежда Всегда Бог хранил надежду Всегда Бог позагревал надежду И это очень важно Итак, мы видим гигантский пласт истории мироздания Бога и человека И эта книга Боришит Иногда мы смотрим на эту книгу Мы читаем так быстренько Но мы забываем, что проходили года, тысячелетия Проходили целые эпохи Но для нас это всего лишь одна глава Иногда мы эту даже главу читать не ленимся Поэтому я думаю, что это хорошее время путешествовать во времени Знаете, вы любите путешествовать во времени Читайте Библию Вы увидите там много чего интересного Итак, последняя недельная глава книги Боришит И как-то так получилось Вот эта последняя песня, она как-то совпала Вы знаете, я замечаю, что каждый раз, когда комментатор выходит сюда Он комментирует недельную главу И очень часто она совпадает с проповедью Или с прославлением Ну, оно как-то вот так соединяется Я понимаю, что Святой Дух, Руаха Кодеш, он уже заранее влаживает в наши сердца какие-то понимания Итак, Боришит, 47 глава, 29 стих И пришло время Израилю умереть Очень хорошее начало Знаете, мы очень боимся Наша эстетика восприятия этого мира Она не воспринимает смерть Люди боятся смерти О ней не принято говорить О ней не принято думать Знаете, люди платят большие деньги, чтобы отсрочить день, который они не в силах понять, когда это произойдет И в языческом мире это вообще был ужас видеть отношение верующих в Вишуа к смерти Ну, например, если случалась эпидемия, это исторические факты, которые можно найти в литературе, которая дошла до наших времен Например, случилась чума в Риме И люди бежали, они оставляли своих больных, они оставляли свои дома и уходили, потому что они боялись заразиться и умереть Но что делали верующие в Вишуа? Они шли в эти дома, они молились, они помогали этим людям, они служили им И поэтому неудивительно, что благая весть, она распространялась И Ребе Шаули, он пишет об этом Послание к филиппицам, 1 глава, 21 стих Ибо для меня жизнь в Машиях и смерть приобретение Человек смертен Каждое время мы войдем через эту дверь в вечность и перестанем перед своим Творцом И как пишет самый мудрый царь, который жил на этой земле, Шойма, Соломон в книге Экклезиаст И возвратится прав в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его И знаете, еврейские мудрецы, один из еврейских мудрец тамудической эпохи, времен второго храма Написал такую эпитафию, которую можно опять же найти в Мишне Он написал, что Святой Отец Всевышний, научи меня так размышлять от смерти, чтобы обрести жизнь И вот сегодня мы пели песню Мы пели Аллилуйя, да, Ешо, воскресший царь Аллилуйя, смерть побеждена И знаете, они знали секрет, первые верующие Они знали секрет эти мудрецы, что смерть это только начало Смерть это вход в вечность Смерть это... Я объясню, почему это И я попробую раскрыть этот момент именно по этой недельной главе Смотрите, есть вечность и есть быстротечность Мы проходим через эту быстротечность, чтобы войти в вечность Ешо, дверь, да, смерть побеждена И он говорит, входящий в меня что, найдет жизнь вечную Итак, мы знаем, что Монассия и Ефрем, да, они были кем? Они были сыновьями, во-первых, Иосифа И они были родоначальниками двух еврейских колен, правильно? А теперь давайте порассуждаем Скажите мне, кто у них был папа? Иосиф, еврей, а кем была у них мама? Египтянка, дочь жреческого жреца И смотрите, и самое интересное, что по нашим современным понятиям Они-то и не были евреи, его сыновья Мама-то не еврейка А тут, получается, он приводит к Якову своих сыновей И он воспринимает их как? Как своих родных Он говорит, теперь они будут моими сыновьями Так сказал? Судя по тексту И смотрите, ну, конечно, если я читал Агаду Ну, такая история выдуманная, что Его жена Иосифа Видя, как каждое утро Иосиф одевает филин Совершила ги-юр Но это все-таки сказки На самом деле Ишуа Когда приводит он своих сыновей к Якову Потому что Яков уже готовится умереть Яков говорит так И я-то от тебя и в живых застать не надеялся То есть он говорит своему сыну Иосифу А вот вижу твоих детей Не надеялся на иврите звучит как Ло-пилалти И этот корень Пи-эл-эл Звучит в слове Лех Лехит-палель Молитва То есть надежда и молитва Они связаны между собой Надежда и молитва Они соединены Смотрите Что говорит об этом Роша Рави Шимшон бен Рафаэль Гирш Что означает молитва в еврейском понимании Молитва в еврейском понимании Начинается не в душе человека Она в ней преображается Но начало ее пути там Там где и окончание У Бога Иногда мы думаем что это наше Мы разумом пришли Увидели нужду и начали Вот Нет Бог посылает нам эти молитвенные слова В наши сердца Для того чтобы они прозвучали И исполнили то для чего Они были посланы Книга Исаии 55 глава 10 и 11 стих Как дождь и снег Не сходит с неба И туда же не возвращается Не напаяя землю И делает ее способной Рождать и прозвращать Чтобы она давала семя Тому кто сеет И хлеб тому кто есть Так и мое слово Которое исходит из уст моих Оно не возвращается ко мне тщетным Но исполняет то что мне угодно И совершает то для чего Я послал его Итак Молитва это настройка человеческой души На чистоту вечности Мы приходим в невидимое Мы приходим к невидимому Богу Да И мы соединяемся с Ним То есть И он создает вот этот знаете резонанс Он создает вот это единство И когда мы прикасаемся к вечности Нам не надо бояться смерти Потому что мы понимаем Что там вечность Там жизнь Живой Бог И эта смерть нам не страшна Потому что мы знаем живого Бога Это близкие отношения с Богом Сегодня мир погрузился в страх Сегодня мы боимся Сегодня мы переживаем За какие-то моменты Но если мы знаем живого Бога Если мы знаем Бога Который в реальности Какой он есть Чего нам бояться Мы знаем что Здесь мы на короткий миг На земле Да Мы в шаге перед вечностью И нам надо прожить эту жизнь Как говорил один советский писатель Чтобы нам не было мучительно больно За прожитые годы Хотя он эту идею взял у кого-то другого Понимаете? Итак Мы смотрим Что мы видим Мы видим надежда, молитва Да И мы видим Что Бог хочет Чтобы мы стали уже частью запредельного То есть Здесь На земле Соединяясь в молитву с Богом Мы перешагиваем вот эту границу И мы приближаемся к вечности Итак Еще один очень важный момент Вы знаете что? Вы хотите исцелиться? Вы хотите чтобы ваши души получили исцеление? Все хотят Все хотят Поэтому в мире очень много у нас психологов Психотерапевтов Всяких людей Всяких шарлатанов Ну я не говорю про психологов Психотерапевтов Но среди них тоже это встречается И смотрите Лечение человеческой души Психа Это очень тонкая грань И каким же образом это может произойти? Соединяясь с Богом Соединяясь с предвечным Он берет нашу Нашу вот эту тонкую материю И исправляет ее Вы понимаете самый интересный момент? То есть Если мы будем смотреть на молитву И на надежду Немножко с другой стороны Не просто Дай мне Дай мне Дай мне Дай Я поеду И пойду Господь говорит Прикоснись ко мне Да И я исцелю твою душу Стань близок со мной И я открою перед тобой вечность Приблизься ко мне И тогда запредельное станет близким Потому что я уже там И вот тут уже нужна вера Потому что Писание говорит Что Без веры угодить Богу невозможно Потому что каждый верующий Должен веровать Когда приходит к Богу И ищущим Его Что он делает? Он воздает И знаете Небольшая история Насчет надежды Нет Давайте я еще немножко Про молитву И потом расскажу эту историю Молитва Это лечение человеческой души И очень часто Мы просим у Бога что-то Да Мы говорим Господь Дай мне вот это Потому что для меня это важно Без этого я не могу жить А в ответ мы не получаем То что мы хотим Но что-то приходит другое Почему? Потому что Бог что? Как говорит Послание к Евреям 4 глава 13 стих Нет творения сокрытого от Него Но все обнажено И открыто перед глазами Его Ему дадим отчет Бог знает наши сердца Наше помышление Наше намерение И какой отец Если сын просит хлеба Даст ему камень Мы часто просим камень А Бог дает нам хлеб А мы говорим А где это Камень Что ты там дал Мы очень часто просим У него открытые двери А двери закрыты И мы говорим Боже, ну почему? Потому что в самолете летим Откроешь дверь И пойдешь вниз Или откроешь дверь И вода хлынет Просто в трюм Но когда мы приходим В нужное время В нужное место Дверь открывается И мы спокойно заходим На берег Новый берег И мы видим Новые прекрасные дали Куда привел нас Господь Итак Насчет надежды Яков знал Что его сын погиб Правда? Яков знал Потому что он поверил Своим сыновьям Сыновья сказали Вот одежда нашего брата Он умер Правильно? Но Яков пребывал в молитве Яков молился Просил Бога И чем это все закончилось? Я верю Знаете История такая У меня есть хорошие знакомые Они верующие люди И у них есть Ну как бы еще свои знакомые И муж этой сестры Он военный Когда был Иловайский котел Вы помните Такое событие В нашей истории Не так давней Когда военные попали В такое окружение Их там расстреляли Ей позвонили И сказали Ваш муж погиб Ваш муж умер Вот похоронка Вот принесли И она молилась И просила Она знаете Как-то так приняла Говорит Бог Ну значит так надо Но внутри нее что-то говорило Она входила Вот присутствие Божие И Бог говорил Он жив Она говорила верующим людям Он жив Они говорили Да нет Вот у тебя есть похоронка И через 10 дней С этого события Ей позвонили И сказали Ваш муж жив Он лежит В Днепропетровском госпитале И знаете Она рассказала Потом историю Что когда она молилась Мужа Его контузило Его взрывом Выкинуло на обочину Он пришел в себя И вдруг он увидел Над собой человека С автоматом Который Увидел что он пришел в себя Он хотел его прикончить И в какой-то момент Этот человек Вдруг выпрямился Посмотрел по сторонам Затрягся так головой И убежал И он опять потерял сознание И ночью он как-то выкарабкался Его нашли Но сама идея Надежда Она не знала Что он жив Но в молитве с Богом Бог показал Что надежда остается Что он живой И она продолжала Благословлять Господа И Писание исполнило Что некоторые жены Получали своих мужей Живыми Да Умерших Вы понимаете Как важно Доверять Богу Сегодня мы верим Богу Но мы порой Ему не доверяем Я вам говорю Потому что я такой Потому что я видел Сколько раз Бог Делал в моей жизни Чудеса Но наступает Какой-то критический момент Я кричу Где ты А он говорит Я рядом Я в молитве Я в Писании Я в общении Я рядом Я в твоем сердце Вы понимаете И поэтому Эта глава Она учит нас многому Эта глава Может научить нас Что приходят Проходят времена Трудностей И приходят Времена победы Эта глава Говорит о том Что все завершается Проходят этапы жизни Потому что мы видим Следующий этап Мы видим Египет Мы видим исход Из Египта Мы видим рост Израиля Мы видим пленение Мы видим победы И мы видим Ешуа Который воскрес И теперь смерть Где твое жало В жизни Из каждого из нас Будут вот такие моменты Вот эта недельная глава Мне кажется Она учит нас этому Посмотрите на вечность Со стороны Бога Прикоснитесь К Его сущности Войдите в молитве В Его В глубину Обнимите Его И тогда Он укажет вам Недоступное Воззови ко мне Вот то что мы часто говорим Пережить надо Воззови ко мне И я отвечу тебе Воззови И я отвечу тебе Не человек Не люди Не обстоятельства Я отвечу тебе И что? Покажу тебе Невозможное Чего не видели Твои глаза И это важно Я думаю Что Яков Он прикасался К вечности И поэтому Когда ему сказали Что его сын жив Он может быть сказал Да Я знал всегда Что он был жив Даже если все Говорит против Если ваша надежда Сегодня погибла Если у вас сегодня Какие-то моменты В жизни Что вы говорите Она умерла Прикоснитесь К вечному Богу Прикоснитесь К запредельному И вы увидите То чего не видели Ну на этом Я буду завершать Тору И последнее Местописание Для вас Луки 18 глава Сказал же им Притчу о том Что должно Всегда молиться И не унывать И поэтому Я желаю вам Молиться И не унывать Шалом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok